С просьбами купить для детей продукты, одежду и школьные принадлежности в региональном отделении Российского детского фонда сталкиваются по нескольку раз в день. Для многих малообеспеченных родителей эта организация – последняя надежда. Случаи, когда многодетные мамы вынуждены обивать пороги общественников, чтобы только не отдавать ребенка в детский дом, совсем не редкость. По данным детского фонда, в 33 регионе проживают 238 тысяч детей, и на треть из них родители получают пособие как малоимущие. Если мама учительница или няня в детском саду, или я не знаю, где-то работает в бюджетной организации, она сегодня получает, ну пусть в пределах 10-12 тысяч. Вот эти 3000 пособий, как может семья прожить, если вы знаете, сколько сегодня строят коммунальные услуги, сколько сегодня стоит садик, сколько сегодня стоит проезд и прочее. В детском фонде, говорят, только в прошлом году в Владимирской области появилось аж 580 новых детей-сирот. Причем большинство из них – так называемые социальные сироты. Они попадают в детские дома при живых родителях. Один из последних таких случаев произошел в феврале, когда женщина оставила своего малыша в торговом центре из-за того, что ей не на что было кормить ребенка. И теперь этот мальчик тоже, вероятнее всего, попадет в детский дом. Оттуда ребята, как правило, мечтают попасть в хорошую приемную семью. Но иногда такое счастье потом оборачивается трагедией. Десятки детей приемные родители возвращают обратно. Вот наша задача сегодня в том, чтобы не просто брали детей, потому что 6 тысяч на ребенка дадут и 8 тысяч родителю дадут за каждого. Наверное, не за деньги люди должны брать. В первую очередь это по, наверное, велению сердца, своей души, своему милосердному какому-то отношению. Потому что каждый год количество детей, возвращаемых из этих семей, ну так будем говорить, пока стабильно. 40-50. В 2013 году сотни семей области получили помощь от детского фонда. Но общественники говорят, с каждым годом собирать деньги для нуждающихся становится все труднее. Специальные копилки на рынках и в супермаркетах – это капля в море. А найти благотворителей не так просто. Кстати, помочь детям может любой желающий. Такая возможность есть в банковских терминалах самообслуживания. Оксана Левимова, Артём Горчаков, Шестой канал.